Паркующаяся девушка это вообще анекдот и неважно, блондинка она или она перекрасилась но на самом деле смешно в этот момент всем, кроме тех людей между чьими машинами она пытается запарковать свой большой розовенький джип слово параллельно, применимое к парковке вовсе не означает, а мне параллельно, как она сюда встанет хотя у чайников парковка иногда, ну вообще точнее иногда, а никогда не получается сразу как бы они этот элемент не отрабатывали с инструктором итак, секреты эдакой параллельной парковки Параллельная парковка – самое сложное упражнение в автошколе большая часть выпускников идеально припарковать автомобиль, увы, не может программа «Галилео» решила узнать для всех ли трудна параллельная парковка Перед вами Валерий Парфенюк инструктор по контр-аварийному вождению кандидат в мастера спорта сейчас он покажет, что такое параллельная парковка с точки зрения профессионал Вот она, параллельная парковка Валерий остановил машину одним движением на скорости 60 км в час не задев при этом ни один из автомобилей Как такое может быть? Сейчас узнаем Ни один трюк невозможен без специальной подготовки Важна каждая деталь Даже давление в шинах Профессионалы сильно увеличивают давление в задних колесах Это необходимо для меньшего сцепления с землей и лучшего скольжения по дорожному покрытию Кнопка на рычаге ручного тормоза заранее блокируется чтобы во время маневра все манипуляции происходили мгновенно Перед тем, как остановить автомобиль Водители резко тянет рычаг ручного тормоза Задние колеса блокируются и машину слегка заносит У профессионалов это называется контролируемый занос Даже профессионалу нужно несколько попыток Для этого необходимо чувство автомобиля Тренировки обязательно Ну а если не получается, то лучше от этого отказаться Это Катя Начинающий автолюбитель За рулем она чуть больше месяца Параллельная парковка в крупном городе для нее большая проблема Во-первых, приходится довольно долго искать свободное место, чтобы припарковаться А во-вторых, приходится искать свободное место пошире После того, как парковочное место выбрано Начинается самое сложное Правильно поставить машину Ну вот, вроде бы встало С одной стороны, кривовато Мужчин-автомобилистов, стоящие таким образом машины, сильно раздражают А с другой стороны, вполне нормально Очень близко стояли машины И мне было очень мало места Побольше места я бы припарковалась поровнее В автошколе будущих водителей учат следующим образом Водителю нужно двигаться от линии старт Проехать вперед до конца коридора и остановиться Затем, задним ходом, следует въехать в зону стоянки таким образом Чтобы остановиться перед надписью Стоп И не пересечь машиной пунктирную линию А вот еще один способ параллельной парковки Этот умный автомобиль может припарковаться самостоятельно Все, что нужно водителю, активировать систему нажатием кнопки Умная машина сама находит свободное место между припаркованных автомобилей Система датчиков обнаруживает удобное для остановки место Затем подает водителю звуковой сигнал А бортовой компьютер рекомендует остановиться и включить заднюю передачу А теперь внимание Водитель отпускает руль и убирает руки на колени Умный автомобиль будет самостоятельно крутить руль по правильной траектории До тех пор, пока не припаркуется идеально ровно После остановки бортовой компьютер сообщает, что маневр завершен На площадке мы попробовали разобраться Как работает виртуальный парковщик Оказывается, машина находит свободное место благодаря множеству ультразвуковых датчиков Расположенных по всему периметру машины Они сканируют пространство и вычисляют место, равное длине автомобиля С зазором в полтора метра Вот и весь секрет умной машины Кстати, с помощью подобной парковочной системы Можно заезжать даже в гараж Причем совершенно без помощи водителя А кстати, во Франции вообще считают, что бамперы для того и предназначены Чтобы ими удобнее было расталкивать соседские машины А у нас любая царапина на автомобиле Это повод для расстройства, звонков в эту страховую и так далее А может не стоит оно у того, друзья Может так едешь, бац, зацепил кого-то Привет, друзья, теперь мы с тобой братья У тебя моя царапина, у тебя моя царапина Вот так и надо ездить, спокойно Только не надо так царапать машины ГАИ Они этого не любят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...